В Шымкенте рабочие, возводящие дома для очередников, хотят остановить стройку. Им уже 4 месяца не платят зарплату. Причем заказчих средств выделил, только вот до адресата они не дошли. Алиян Мухаммедова попыталась вместе со строителями отыскать потерявшиеся деньги. Работаем днем, когда на улице под 50 градусов. Трудно, тяжело, но работаем, потому что нет другой работы, другого шанса. Строители, говорят, их 400 человек. Несколько месяцев они в Шымкенте застраивают микрорайон Бозарек. Еще в конце прошлого года здесь должны были заселить 29 пятиэтажных домов. Но процедуры затянулись, поэтому строят сейчас. Генеральный подрядчик из соседней области нанял субподряд. А тот нашел разнорабочих, которым теперь не оплачивают труд. Мне должны 7 миллионов. На прошлой неделе я с подрядчиком связывался. Мне сказали, что из Акимата перечислили 271 миллион тенге. Но компания Щебер нам эти деньги не отдает. По словам рабочих, учредитель строительной компании, то есть генерального подрядчика, якобы депутат Маслихата Алматы Яралы Сауранбаев. Дозвониться до него мы не смогли, номер недоступен. В биографии на сайте Маслихата сказано, что с 2019 года он является генеральным директором компании Щебер Партнерс. Тем временем строители начали действовать. Они написали заявление в надзорный орган. Теперь прокуратура должна отреагировать. В шести домах установили сантехнику, водопровод, канализацию, отопление. 80% работ выполнили. Должны нам миллионы. В ответ одни обещания. Все возмущены. Не оплатят, тогда просто снесём всё. Кирпичи, трубы заберём. Заказчик в лице управления строительства Шимкента уже подавал в суд на подрядчиков. По словам представителя управления, стороны заключили медиацию. Подрядчики должны выполнить свои обязательства. Стоимость каждого дома примерно 600 миллионов тенге. Где-то 50% мы им перечислили, потому что каркас поднят, кладку сделали, окна установлены. Остались только внутренние отделочные работы. Выявлены нарушения, зазоры в проёмах. Будем дальше разговаривать с подрядчиками. Заказчик настаивает на устранении выявленных нарушений. Строители обратились и в трудовую инспекцию. По словам её руководителя, хотя договоров между рабочими и субподрядчиками не было, есть основания считать, что трудовые отношения всё-таки есть. Шимкентская инспекция направила запросы своим коллегам в Алматы и Алматинскую область. А люди готовы подождать, но только до конца недели.